Анастасия Строкина, Савиный волк. Глава 7. 21 мая. Начало полярного дня. Прощание. Никогда ничего я так сильно не ждала, как этого дня. Мне нужно было сказать Буба кое-что очень важное. Я пока не знала, как это сделать. Я подбирала слова, смотрела в зеркало и репетировала. Понимаешь, Буба, Буба, послушай. Дорогой волк, я должна тебе сказать. Никогда ничего я так сильно не боялась, как этих слов, которые еще даже не прозвучали. Иногда бывает, стоит что-то сказать, как в следующую секунду мир становится совсем другим, совсем не похожим на тот, в котором ты жил, пока не произнес свои слова. За время с прошлой весны легкие платья стали короче, туфли теснее. За время с последней встречи с волком я научилась читать и даже выучила несколько знаков из тайного папиного языка, азбуки Морзе, особенных тире и точек, которыми обозначают буквы. Больше всего в этом шпионском алфавите мне нравился мотив. Буква Щ и так называемый телеграфный ключ, при помощи которого выстукивают слова «Щука жива». Это значит, что для передачи буквы Щ нужно два тире, точка и еще одно тире. Щу-ка-жи-ба. А-а-а-а. Пела я так часто, что щука, будь она и в самом деле настоящей живой, умерла бы от скуки. Если папа летчик, то это тоже немного летчик. Так получается само собой. Особенно, когда ты живешь рядом с военным аэродромом и даже представить себе не можешь, что бывает иначе. И кто-то не видит и не слышит самолеты каждый день, не думает о том, как они там в небе, не мечтает посидеть в кабине пилота, потянуть штурвал на себя, сказать что-нибудь особенное, летное, к запуску готовы, напряжение нормальное. За время с 15 января я попрощалась со снежным домом. Это стало для меня настоящим тихим событием. Он уходил медленно, всей своей снежной силой сражался до последнего за право стоять на теплой лесной опушке. Но солнце оказалось сильнее. Сначала обвалилась верхушка, и внутри заплестели лужи. День ото дня мой высокий крепкий дом становился все ниже и слабее. Дыхание его как будто замедлялось, и жизнь собирала последние вещички, чтобы навсегда выйти из него, переместиться в другое летнее время. А потом зачастили дожди, и от стен остались только нижние кирпичики. Скоро даже их не встало. Дом вздохнул напоследок. И исчез. Прошел в землю. И вышел из нее травой. Я размышляла о самолетах, об этой земле, о полярном дне, о северном сиянии, о реке, о моем времени, которое прошло здесь, но осталось навсегда. И подбирала слова для Буба. Не могла подобрать. Но встреча есть встреча, и опаздывать нехорошо. Я надела самое красивое платье и прицепила к нему брошь в виде большой желтой совы. Кажется, все, можно идти. Подумала я и отправилась на место моего снежного дома. На опушке, где он стоял, еще виднелись влажные темные следы. Но трава уже была зеленая, и ничего не напоминало о моем белом убежище, где я провела так много времени зимой. Весна пришла, когда никто уже в нее не верил. Неожиданно, с ветром и дождем, с листьями, которые боялись полностью раскрыться, с влажной травой, треснувшими речным льдом, пришла. И вроде бы все осталось прежним. И кривая сосна, и пень анандр, и перевернутая лодка, и мой дом, и река. Но что-то изменилось навсегда. Так, наверное, бывает с каждым, кто учится смотреть на мир взглядом совиного волка. Буба уже ждал меня. Он как будто не уходил вовсе. «Здравствуй, волк!» – закричала я. Он не спешил отвечать. Может, немного обижался на меня за то, что я до сих пор не пригласила его в гости. Как-то раз он сказал, что очень хочет прийти ко мне домой на четвертый этаж, посмотреть на самолеты из окна. Они стояли серые, холодные, похожие на животных, которые ждут еды. По аэродрому тянулась бетонная полоса, и то и дело какое-нибудь из этих животных медленно выползало на нее, рычало и поднималось, и пряталось в облаках. Ну как можно привезти домой волка? Родителям бы это совсем не понравилось. Они про него ничего не знали. Волк был моей тайной. Я подошла к нему. Села рядом. Не грустишь, что наш снежный дом растаял? Спросил он. Немного. Но я помню его. В голове он не может растаять никогда. Даже если я полечу в Африку. А ты полетишь в Африку? Папа обещал взять меня с собой. Возьми меня тоже. Волк поскреп лапой мох. Видно было, что он давно хотел попросить меня об этом, и только сейчас решился. Понимаешь, робко произнес он, вдруг это правда, и животные так, и не попадут на небо. А мне очень интересно, как там? Он встал и направился к реке. Пойдем посмотрим на воду. Вода это тоже небо. Только наоборот. Мы огляделись. Никого нет. Можно спокойно посидеть на берегу и помечтать. Не бросила в реку камешек. Бульк, сказала река. Сосновая река Печенга была бурлистая. С шумом врезались в большие черные острые камни и продолжала путь искрящейся пеной. Ты любишь смотреть на воду? Спросила я. Северная вода особенная, сказал Волк. И время сегодня особенное. Начало полярного дня. Значит, мы добрели до света. Раньше бы я подумала. Река как река. Течет и течет. А теперь я и в самом деле чувствовала, что она не такая, как другие. Но не могла понять, почему. Куда она течет? В Баренцевом море. Согласись, у нее небывалая любовь к жизни. Такая любовь, которая делает жизнь возможной. Я молчала и думала. Мне было еще немного сложно понимать Волку, но уже хотелось размышлять о разном. Все просто, объяснил Боба. Южной воде ничего делать не надо, чтобы жить. В ней само все живет, все двигается, все происходит. Южная вода не знает снега, не знает сопротивления холоду. А что такое холод? Я задумалась. Наверное, холод — это страх потерять тепло. Мне всегда казалось, что самое теплое место на свете — под крылом чайки. Там не только тепло, но и мягко. И непременно пахнет чем-то домашним. Может, молоком, а может, шкафом, где хранятся так мало носимые летние вещи. И главное — легкие, будто из облаков платья. Они для меня всегда были надеждой на тепло. Если бы эта надежда была крепостью, то никакое, даже самое сильное войско, не смогло бы ее покорить и завоевать. Никому не сдается надежда на солнце. Холод — это остановка, — продолжал Волк. Южная вода не знает остановок. С одной стороны, это хорошо, то есть проще. Катишься и катишься. С другой — это немного скучно. Я подумала, что как раз в начале и середине мая реки освобождаются от льда. На льдиных, больших и поменьше сидят птицы, приглядываются к весне. Скоро наступит время самого громкого птичьего крика и гнезд. А льдины везут и везут своих крылатых пассажиров. И все наполняется цветом, звуком, скоростью. А как ты думаешь, — принесся Буба за любимое занятие, — задавать сложные вопросы. Что самое важное в реке? Волк. Я не знаю, — не побоялась признаться я. В реке столько всего, и все важно. Наверное, она должна быть большой или длиннее всех, или быстрее. А как ты думаешь, что важнее всего в человеке? Чтобы он был самым лучшим, например, в школе, или дальше всех прыгал, или громче всех кричал. Человек всегда или почти всегда хочет быть лучше других хоть в чем-то. Этого не так сложно добиться, если много тренироваться, учиться, стараться. И все время появляются новые науки, в которых можно стать лучшим. Люди придумали даже азбуку из точек и тире, и соревнуются, кто больше слов выстучит за минуту. Ну, у папы все никак не получалось набивать шифрованные слова быстро-быстро. А у других — запросто. И вовсе быть лучшим не важнее всего. Река очень похожа на человека, нарушив волк нашу тишину. Она начинается и заканчивается, и в то же время не заканчивается никогда, потому что дарит свои воды морю. Так она продолжает себя. Река может быть известной, а может быть и совсем неприметной, затерявшейся в далеком каком-нибудь ущелье. Но от этого она не меньше и не больше река, потому что важнее в ней ни длина, ни скорость, ни имя, ни местоположение. Важнее чистая она или мутная. Глубокая она или мелкая. Много в ней рыбы, водорослей, ручейков. Или она почти пустая внутри. Волк, я бы хотела, чтобы внутри меня было много всего. Разных больших, угрюмых рыб и маленьких ярких рыбок, и лягушек, и головастиков, и ракушек, и камешков, и подводной травы, и даже подводного льда. А такое бывает, заметил Боба. И про подводный лед. Особенно зимой, в тех местах, где есть водопады и пороги. Там, на дне, самый настоящий лед. Он пошкрябал когтем камень и добавил. Да, такое, чтобы внутри много-много всего, тоже бывает. Только этого нужно очень хотеть, и уметь населить себя, и уметь беречь в себе эту жизнь. Камни в реке были невероятно огромными. Мокрые, черные, они как будто вырывались из земли, чтобы дотянуться до самого неба. Волк рассказывал, что этим камням миллионы лет, что когда-то они были спрятаны под ледниками, а потом попали сюда и сделали нашу реку такой бурной и пенистой. Я вдруг подумала, что люблю свою зеленовато-голубую речку Печенгу. Она всегда разная. Во время отлива она становится такой мелкой, что ей можно перейти вброд. А во время паводка Печенка растет и вырывается из берегов. В ней много кто живет и даже лосось. А на дне у нее валуны и обломки древних скал. И растут на них подводные растения и рыбы, снуют во все стороны. Я не назовешь великой рекой, но это для меня совсем не важно. А знаешь, что в маленьких северных реках гораздо больше тепла, чем в больших? Неожиданно сказал Буа. Они прогреваются быстрее. Вот и думаю теперь, так ли важно для реки быть большой. Мы сидели, бросали в реку камушки, размышляли о том, о сём. Буа мечтал, как новой зимой. Мы отправимся ещё дальше, на север, изучать сияние. Как я выучу названия всех трав или шайников, как смогу отличать птиц по голосам. Больше всего он мечтал полетать на самолёте и верил, что когда-нибудь мы вместе отправимся в путешествие. Мне было грустно слушать его, но в душе я благодарила Буба за этот разговор. Он научил меня не бояться быть собой, какой бы рекой я ни была. Время шло. Я так и не сказала главного. И вот, набрав воздуха, я закрыла глаза и произнесла. Буба, я уезжаю. Я уезжаю, но совсем в какую-то южную страну. Папа теперь будет летать из неё. Савиный волк опустил голову. Значит, всё закончилось, прошептала. Но реки же не заканчиваются. А мы как реки. Попыталась я его приободрить. Ты не закончилась. И я не закончился. Но мы... Он многозначительно вздохнул. Мы закончились. И никогда мы вместе не полетим на самолёте. Не будем ходить по тропе северного оленя. Не отправимся за северным сиянием. Зачем ты так говоришь? Это нужно сказать. Потому что, когда тебе страшно, Лучше произнести то, чего ты боишься. И тогда оно как будто оживёт и станет перед тобой. И ты посмотришь ему в глаза. Чего ты боишься, волк? Теперь уже ничего. Я произнёс всё, чего боялся. Теперь мне снова ничего не страшно, Потому что я Савиный волк Буба. И мне пора. И тебе Тоже пора. Он отвернулся и пошёл. Мох под его лапами опускался И поднимался, как будто дышал. Но вдруг Буба остановился И громко завыл. Так громко, Что даже рыба на дне, Наверное, вздрогнула. И когда его вой утих, Он сказал «А когда-нибудь ты всё-таки вернёшься?» И медленно побрал дальше вдоль реки В долгий полярный день. Через неделю мы уехали С Крайнего Севера. Прошло несколько лет, И страна, в которой мы жили, Стала называться по-другому. Наш городок совсем опустил, И больше там никто не проживает И не встречает самолёты. Бетонная полоса, На которой они разгонялись, Взлетали, Потрескалась, И в этих трещинах Поросли кусты и трава. Мой серый дом Тоже стал необитаемым, А на пустыре Снова вырос Самый северный в мире монастырь. И все надеются, Что теперь его никто не разрушит. Савиного волка Боба Я больше никогда не видела. Но он рассказал мне, Что реки продолжаются в морях, А люди продолжаются в других людях. Он сказал, Что я ещё вернусь На крайний север. Редактор субтитров А.Семкин